Добрый день, уважаемые читатели, а теперь и зрители библиотеки правовой и экономической информации. Сегодня мы общаемся в формате интервью в рамках молодежной среды. Наши гости на этих встречах – молодые и интересные люди, достигшие определенных успехов в сферах своих научных интересов. А мы с вами познакомимся с ними поближе и узнаем, какая же она – это молодежная среда. И сегодня у нас снова в гостях по вашим многочисленным просьбам Белов Марк Антонович, студент 3-го курса юридического факультета высшей школы экономики Санкт-Петербург. Он студент кафедры теории и истории права и государства. И поскольку мы общаемся на очень серьезные темы, то грех нам, как говорится, не поговорить о теории государства и права. И в конце концов, с кем еще, как ни с Марком Антоновичем, мы сможем глубоко и подробно погрузиться в эту тему. Во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. Да, и давайте перейдем с вами непосредственно к теме сразу. Теория государства и права. Для тех, кому интересно, введение, так скажем, знакомства с Марком Антоновичем и с его основными работами, оно опубликовано чуть ранее. Вы можете посмотреть на нашем канале на YouTube и в группе ВКонтакте. Сегодня мы как бы продолжаем наше общение, и поэтому уже переходим к теории государства и права так уж совсем основательно. Поэтому, что мы о нем скажем? Во-первых, что в первую очередь нужно знать и помнить о нем? В первую очередь, оно нужно знать то, что я не знал на первом курсе, о том, что это очень важный и интересный предмет. Потому что теория, она лежит в основании всего, и с помощью теории мы, собственно, и пытаемся описать все то, что нас окружает, всю нашу реальность. И теория государства и права для таких теоретических исследований, конечно, это основополагающая дисциплина, которая сегодня, как мне кажется, по моему личному мнению и убеждению, находится в небольшом упадке, ну или стагнации. Потому что ей уделяется очень мало времени и достаточно подробно не разбираются какие-то фундаментальные аспекты, фундаментальные теории. То есть, например, мы разбирали, конечно, основные течения, диснатурализм, позитивизм, социологическую теорию, но мы не, примерно, читали никаких первоисточников. Вот, извините, я сразу перебью, потому что интересно, ваш подход, ваша любимая теория. Да, мы говорили о ней в первую часть, конечно, постклассическая, которая, ну в чем разница, да, все эти по отдельности существовавшие, диснатурализм, позитивизм и социологическая теория, они существовали в своей парадигме, но в какой-то момент стало ясно, что они не существуют по отдельности, они существуют вместе. И, собственно, постклассика это и показывают. Поэтому я бы не сказал, что у меня есть любимая, но то, что я могу сказать, это то, что позитивисты, в отличие от диснатуралистов, честные люди, потому что они говорят, что ну, как скажем, так и будет. В отличие от диснатуралистов, которые пытаются найти какие-то сущности, существования которых, возможно, они есть и не отрицают, да, но на этом нужно убеждаться собственным опытом. Мне так нравится с вами интервью проводить, вот вы что не скажете, все бальзам на душу, лично мне, по крайней мере. Кстати, уважаемые зрители, пишите свои какие-то комментарии под этим видео и рассказывайте свои впечатления от различных правовых теорий, может быть. Да, и почему, почему, вот поделитесь, может быть вы и ярый сторонник, такое, конечно, не часто случается, потому что мы все-таки, когда правом занимаемся, мы вынуждены становиться людьми компромиссами, мы с тем знакомимся, с этим. Но, может быть, вы как раз и ярый сторонник и точно знаете верные ответы на все вопросы. Напишите нам, почему, мы с удовольствием почитаем, Марк Пантинович тоже почитает. Что еще у нас в теории государства и права такого увлекательно захватывающего, что прям, ну, делает его рок-н-роллом среди юридических дисциплин, так скажем. Если бы рок-н-ролл, скорее это такая классика, которая никому не интересует. Ну, хорошо, мне тоже нравится. Так. Она помогает, в первую очередь, понять и попытаться, попытаться понять, пытаться проникнуть вообще, да, такое культурно-историческое явление, как право. И пытаться познать его не только не просто на практическом уровне, как нечто прикладное, что реализует наши какие-то насущные задачи, но и рассмотреть его как ту вещь, которая на самом-то деле проникает практически во все аспекты нашей жизни. И о том, хорошо это или плохо, это отдельный разговор, но именно это она и позволяет увидеть и открыть то, как, попытаться посмотреть, как какие-то, как нам кажется, да, правовые нормы, они влияют на нас и в повседневной жизни. Так, хорошо. Ну, а что же у нас тогда с государством? С государством, в учебниках теории государства и права все не очень, потому что в учебниках существуют исключительно два периода. Это до государственной и собственно государственной, племенной строй и уже, соответственно, государственной. Сразу, да? Сразу, да, как решили перейти? Сразу, вот как вот... Собрались и договорились, и переходили. Не очень, потому что не дает тоже усмотреть всю сложность такого института социального государства, который сегодня... В чем проблема его изучения сегодня? Это его ангивалентность. Оно может быть воплощаться в разных видах, да? Это может быть и на международном уровне. Это по-прежнему единственный субъект международного права. Ну, в большинстве случаев, да, бывают исключения, конечно. Ну, в большинстве случаев, да, это единственный субъект международного права. На уровне внутреннем это то, что... Это может быть просто территория, да, в которой мы живем. Для кого-то это целое пространство, в котором он находится как бы внутри. Для кого-то это равносильно родине и отчизне. И переход вот этот к государству как к чему-то отдельному от личности правителя, отдельному от людей, его населяющих, да, он происходит, конечно, в определенный исторический момент, что мы можем по документам выявить. Вот, например, в России Екатерина II... Ну, конечно, это тоже происходит не так сразу же по щелчку, да, долгий исторический процесс. Ну, вот, например, в России Екатерина II, у нее была брошюра, в которой она писала о том, что и сам правитель, и государь, и его подданные, они все служат отчизне. Отечеству, то есть, в скобочках, да, государству. Вот. Но, к сожалению, в учебниках, да, государство функционирует исключительно как вот такой способ объединения людей, как единственный способ объединения людей, хотя мы знаем, что, возможно, и другие вещи, да, и полис не было государства. Давайте поговорим о других вещах, потому что не все настолько хорошо подкованы, и вот кто-то сидит сейчас и смотрит это видео, и такой, а как же, я вот только государство и видел. Впервобытно общинный строй, в долгосударственное, как бы я не хочу возвращаться, охотиться, так скажем, и собирать, как завещали мне классики. Вот как я еще могу осуществовать, например, если не в государстве? Да, это тоже большой вопрос, на который я тоже не смогу дать точного ответа, конечно. Не надо точно, и мы можем поискрементировать. Но вопрос того, как мы можем избавиться от такого представления о государстве как единственным возможным способом сосуществования людей сегодня, тоже очень большой, но предлагают разные направления, анархической теории, да, в общем, это коммуны, да, как коммуны, и подобное расуществование основанное на каком-то равенстве, на уважении взаимном, но, конечно, это невозможно в рамках, там, в Российской Федерации, это невозможно, но, например, варианты преобразования такой большой территории в территорию коммун, ее и уже предлагали, и, кажется, Кропоткин, Кропоткин, он предлагал, говорил о том, что Россия может быть, может образовывать, да, быть федерацией, такой коммун, которые будут существовать вместе и на разных уровнях объединятся более крупные образования, но у них все равно будет большая доля автономии, то, чего мы сегодня не видим в субъектах, например. Ну, в итоге мы можем сказать, что человек без государства прожить может, а государства без человека нет. Конечно, оно существует, пока вы в него верите. Действительно, да? Ну, да, но... Потому что, да, если опять же мы будем... Обратимся к теме, которую вы называли... Которую мы обсуждали в первом видео, кому интересно, пожалуйста, переходите, смотрите. И сегодня, продолжая про консептивистский структурализм, то о чем он говорит? Вообще, это, да, концепция Пьер Бурди, французского социолога, который пытался совместить вот структурализм, очень популярный, да, одно время, и говоришь о том, что существуют какие-то объективные структуры, которые влияют на наше поведение, как индивиду, и социальную феноменологию, которая говорила о том, что люди свой мир, они интерсубъективный, они его создают вместе, да, опираясь на свои впечатления, на впечатления других, признавая другого, другого значения буквы. И вот он пытался совместить, говоря о том, что структуры, они есть, но на эти структуры влияем мы своим поведением и своими действиями. И наоборот. И получается вот такой вот круг взаимовлияния, но он признавал, конечно, что какие-то структуры, да, они существуют и формируются на каком-то историческом тоже этапе, и нужно это прослеживать, но в этом, конечно, я не готов полностью с ним согласиться, что есть чисто объективные структуры, которые почему-то существуют, да, и, наверное, я бы говорил о том, что все-таки, несмотря на то, что я, наверное, скорее социальный детерминист в том плане, что, например, я нахожусь здесь, потому что я когда-то поговорил с тем человеком, познакомился с другим, и только поэтому я здесь, да, убрать одну переменную, и я бы здесь не оказался, грубо говоря. Вот, я все-таки не готов, наверное, сейчас признать, что структуры оказывают более существенное влияние на нас, нежели наши действия, но вопрос того, как вот этот эминципаторный проект, можно сказать, осуществить и выйти за пределы такого мышления, тоже, я не знаю. А в Российской Федерации сейчас кто-то пишет об этом? Я не видел таких работ, я не читал. То есть есть открытое поле для работы? Ну, можно сказать и так, да, но это вот в юридической науке, потому что, например, в социальной теории, я недавно был на зимней школе, организованной Европейским университетом в Санкт-Петербурге, и там социальные теории, которые, например, социологи, они все это, конечно, критикуют в какой-то мере, потому что, например, с одной позиции, не говорят, что конструктивизм, ну, тем более структурализм, он не способен адекватно описать сегодняшнюю социальную реальность, потому что, например, есть такой тоже французский социолог Бруно Латур, который разработал совместно с другими своими коллегами теорию, акторно-сетевую теорию, суть которой в том, что социальная реальность формируем не только мы, как люди, но и вещи вокруг нас. Такой проект, подходящий от антропоцентризма и гуманистической традиции в какой-то степени. Ну, я-то заинтересовался именно в рамках, как бы, юристуденции. Почему? Потому что, знаете, к нам вот приходят периодически студенты, которые, безусловно, уже учатся на юридических факультетах и занимаются, что-то пишут. И очень часто задают такой вопрос, когда они приходят и пытаются на основании того, какая литература есть, уже подобрать что-то себе, о чем они будут писать. И выбирают удивительно скучные темы зачастую. И я к чему веду? К тому, что, уважаемые слушатели, если вы хотите написать интересную работу, то у нас, в праве, в юристуденции, еще осталось непаханное поле, которым вы можете заниматься и днем, и ночью. осталось найти время. Осталось найти время, да? И интеллектуальный запас какой-то. Да, но просто, почему я говорил о критике, потому что мне представляется в рамках, конечно, одной науки фундаментально ничего изменить нельзя и важен очень междисциплиарный диалог. Вот. Поэтому юриспруденции теоретической, да, теоретикам, им нужно как-то пытаться вступать в диалог с социологами, с антропологами, а не отдавать им на откуп, да, как бы свои такие сферы, о которых они говорят, но пытаться взаимодействовать и работать вместе над этим. И только тогда, мне кажется, возможно, продуктивное знание, которое может что-то поменять. До тех пор это будет такая башня основной кости, в которой, ну вот, мы думали, в которой вот, как, для теоретической диспутации вот эти методы, они такие достаточно, вот сюда, революционно-прорывные, да, но для других наук там они уже вообще-то этим не пользуются. Ну, научная жизнь, собственно говоря, мне кажется, иногда и заканчивается, когда, в общем-то, замыкаешься исключительно в своем, и ты уже перестаешь смотреть по сторонам. Тезисы. какие из этого мы с вами, собственно говоря, можем сделать выводы? Мы, наверное, можем сделать выводы о том, что, несмотря на то, что теория государства и права, она входит в первый курс обычных дисциплин, на юридическом факультете, не надо ни в коем случае ее прогуливать. мы вас предупреждаем, предупреждаем, что прогуливать ее не надо. Более того, ее стоит рассматривать гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд, да? Вы согласны с этим? Да, но на первом курсе просто это может быть непонятно. И в будущем, да, то есть тоже не всех может заинтересовать. Вы можете осознать это уже после, когда опять же, с кем-то встретиться или что-то почитаете, и но на первом курсе действительно часто просто непонятно, но, наверное, это и не должно нравиться всем. Но стоит ее убрать в внимание как нечто большее, чем просто какую-то вводную теоретическую дисциплину, которая потом никогда больше не пригодится. На самом деле, для жизни какой-то жизни созерцательной она очень сильно помогает. Я, может быть, слишком люблю поэтические образы, но мне кажется, что если вы уделите достаточное внимание теории государства и права, то с этого, по большому счету, может начаться ваш такой большой красивый роман с юроспуденцией. То есть вы, возможно, полюбите эту науку и увидите, что она пролизывает все окружающее нас пространство. По большому счету. Да, можно сказать и так. Единственное, что главное полюбить, наверное, тогда юроспуденцию в целом, не нечто, а переключиться с теорией, на практику и никогда в теорию не возвращаться. провокационный, ну, вопрос, Март Анатольевич, если бы вы уже, так сказать, начали преподавать, порекомендуйте нашим студентам, которые ходят в библиотеку правовой и экономической информации, три интересные темы для курсовой работы, пожалуйста. Можно было бы рассмотреть следующие вещи. Первое, это, конечно, в целом сделать какую-то обзорную работу, ну, курсовую или даже дипломную, по состоянию современной постклассической мысли в праве. То есть рассмотреть различные течения их противников, сторонников. Второе, можно было бы, что касается темы государственности, рассмотреть, какие сегодня возможны альтернативные варианты общественного устройства и сожительства людей. И третье, ну, это, конечно, не точно, нужно будет более точно формировать предметы. Ну, хотя бы, да, да. Направление. И третье, мне кажется, было бы здорово возродить, ну, не возродить, а снова заняться антропологической теорией права и обратиться вот к коллегам антропологам и коллегам-юристам, которые с ними работали вместе. Потрясающие рекомендации. Лично мне кажется, что ничего лучше тут уже даже и придумать это нельзя по большому счету. Даже мне захотелось что-то написать по этому поводу, а уж тем более, я надеюсь, вам, уважаемые зрители, захотелось взяться за ум, заняться теорией государства и права и перейти к указанным темам. Надеюсь, что мы хорошо справляемся с нашей задачей, потому что встречи наши проходят в рамках библиотеки правовой информации. Мы должны и хотим заниматься правовым просвещением. И, собственно говоря, сегодня, я думаю, мы пробудили в сердцах и умах людей желание заняться серьезной наукой в области как раз-таки права и юриспруденции. Марк Антонович, я выражаю вам огромную благодарность от себя лично и от библиотеки правовой информации за то, что вы пришли к нам и рассказали такие интересные вещи. Спасибо, что пригласили. Огромное вам спасибо. И вам спасибо, уважаемые зрители, за то, что смотрите нас, ставите лайк наше видео. Подписывайтесь на наши каналы, на наш YouTube-канал и на нашу группу ВКонтакте. С вами был Кузнецов Александр Олегович. Еще раз огромное вам спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok